Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем проходить The Walking Dead. Мы находимся в третьем эпизоде, это уже вторая серия предыдущей серии. Мы натворили дел, среди прочего застрелили девушку, которая там бежала и укусили зомби, но мы сделали хорошую вещь, то есть не дали ей превратиться в зомби, потому что она уже была обречена. Сейчас мы прибыли в свой лагерь, тут сразу несколько вещей выяснилось за то время пока, то есть со времен второго эпизода. В Ливе наша руководительница очень сильно тоскуется по своему отцу, который погиб, и вообще натурально сходит с ума. Кто-то разворовывает наши припасы, причем в основном воруют те, в которых есть наркотические средства, опиум, там скажем. И кроме того, кто-то выкидывает почти новые вещи в мусор, допустим фонарик, который у меня сейчас. Ну и кроме всего прочего, еще нам нужно рассказать людям о своем темном прошлом. Давайте начнем с Бена, он молодой. Вообще нужно рассказать, сказали только тем людям, которым доверяешь. Тебе я не доверяю, позже поговорю. Кенни у нас вообще себя ужасно ведет. Но если ему не рассказать, вот это вот могут быть серьезные проблемы. Привет, ребята. Вы что-нибудь знаете насчет фонарика сломанного? Давайте насчет этого сначала поговорим. Вы знаете что-нибудь об этом фонарике сломанного фонарика? Но у нас не так их много. Да, это проблема. Стекло и фонарик разрушены. Я видел хорошее стекло около машины мороженого. Я забыла, но... Кенни, у тебя есть секунда? Кенни, у тебя есть секунда? Я хочу сказать тебе что-нибудь. Да? Что у тебя? Да, а что? Это она нас подговорил. Это серьезно. Хорошо. Стоит мне присесть? Да хорошее. Я в тюрьму ехал три месяца назад. Когда все это началось. Да, ты что? Ну да. За то, что ты трогал детей, да? Нет. У нас два здесь. Я убил парня в драке. Я должен еще о чем-то беспокоиться из твоего прошлого? Нет. Хорошо. Это должен знать. Если будет решаться, кому поехать со мной на лодке, типа в сирию влезут, это сыграет свою роль. Но Кенни, написано, оценил нашу честность. Катя у нас вообще по большей части это балласт. Она слушает своего мужа, сама ничего не решает толком. Ну давайте ей скажем. Женщина, она неплохая. Все в порядке? Можно было ему вместе сказать. Я убивал. До того, как появились эти зомби. Ты был убийцей? Ты говоришь, как будто это моя работа была. О детали. Драка была. Он пытался убить? Я не знаю. Скажи мне, что произошло, когда ты был заперт. Не совсем понял. Ну ладно, давайте будем честны с ней. О, мы ей рассказали, что ее муж убил. Отца Лили. То есть она просила нас рассказать, что произошло. Это, по-моему, и не стоило рассказывать. Все меняется. Катя, Катя. Извини, что я тебе такие подробности сказал. Так, ну ты у нас мясо, Бен. Тебе я ничего не скажу. Давайте Лили расскажем, что у нас темное прошлое. Нашел что-нибудь? Я хочу тебе кое-что сказать. Конечно, пойдемте. Но если это плохие новости, может, припасешь их на другое время. Я убил до того, как все это произошло, кое-кого. Черт. Что? Отец говорил, что в тебе что-то такое есть. Ты знала? Я не знала, что знать именно. Это правда. У меня жаль. Он с тобой обращался, как с дерьмом. Даже зная, что ты пытался спасти мою жизнь. Спасти мне, что тебе нужно, это извиняться. Ты убил парня. Ну и что? Надеюсь, он был козлом. Но он разрушил мою жизнь. Хорошо, говоришь, что после этого все пошло прахом, да? Беда не приходит одна. Она к этому очень хорошо отнеслась. Ну, то есть, как очень хорошо? Убил и убил, ладно, чего уж. Давайте поговорим с нашей герлфренд. Как оказалось. Я сказал Кенни. Не знаю. Похоже, я только что дал ему потрогу. Когда будет что-то серьезное решаться, то он будет не на моей стороне похожий. И Катя сказал. Как она бы восприняла это? В порядке? Она более расстроена, чем Кенни. Из-за святого Джона? Что там сделал? Хоть ты не начинай. Я ей рассказал, что ее муж убил отца Лили. И я сказал Лили. Ты была права. Она и Ларри говорили очень много. Она в порядке. Вот это все, что у нее осталось. Ладно, потом поговорим еще. Так, ну и что? Нам нужно как-то все-таки разобраться. Может, Клем сказать? Ну, Клем, я не знаю. Это ребенок все-таки. Ну, Лид для нее практически папа уже. Клем, я хочу поговорить с тобой за секунду. Окей-докей. Я в тюрьму направлялся, в день, когда встретил тебя. У тебя нога тогда кровоточила. Машина, в которой я ехал, была полицейской. Я ехал в тюрьму за преступление. Я хочу тебе сейчас сказать, потому что я не хочу, чтобы ты по-другому это как-то слышала. Ну, ладно. Есть тебе что сказать? Я не думаю. Ладно, занимайся своими делами. Клем вообще на удивление умная девочка, да? Клементин поняла, что ты сделал. Но я все-таки смягчил, я не сказал я, что убил кого-то. Так, ладно, давайте все осматривать и разбираться. Что же у нас тут вообще происходит? Ворота не как кущий, конечно, на колесиках. Ну, что это такое? А тут я так смотрю, больше-то особо ничего не осталось, как нам разбираться с этими. Так, вот стеклышко. Тут это и произошло, да? Что-то здесь нарисовано. Мел. Розовый. Гусь. Догадка? Возможно. Что ты думаешь, это такое? Не думаю, что это что-то. Может, это знак. Кстати, да. Может быть. Это странно. Ладно, продолжаем расследование. Клементин, блин, а? Неужто это ты? Испугался ребенок, похоже. Испугалась, что натворила. И спрятала все в мусорку. У тебя есть розовый мел? Нет, потерялся. Хочешь голубенький? Нет. Псс. Лили. Я кое-что нашел. Что это? Я нашел этот мел. Около ворот. Правда? Правда. Ладно, гусь, все, хорошо. Что это такое? Да, дай пять. Ты же не ломал фонарик, да? Нет. Мама и папа не разрешают трогать ничего. Это, наверное, для лучшего. Так, давай еще попробуем поговорить. Еще что-нибудь нашел? Ты нашел что-нибудь еще? Только мел. Нашел жуков, не говорите, Клементин. Ладно, не буду. Клементин, потому что ему их постоянно за спину закидывает. Внутри оставайся. Хорошо. Так, что же еще? Чей же это мелок? Может, ты знаешь, ты же у нас с детьми в основном. Я увидела? Клементин любит им рисовать. Она сказала, что кусок потеряла. Ничего про это не знаем. Извини, Эли. Так, с тобой уже на эту тему разговариваем. Давайте с Беном попробуем еще поговорить. У меня мысль только на Бена, он какой-то... Ну, то есть, молодежь, че. Эй, Бен, I need a piece of chalk. You know where I can get any? Why would I have any? Just ask him to write. Well, I don't play with this. Я с этим не играю. У меня есть свои убеждения, и я читаю Библию, которую нашел в своей комнате. That's what it's there for. Ну, она для того там и лежит. У них, замечу, что в каждом отеле, в каждой комнате лежит по Библии. Такие дела. Так, что еще у тебя можно спросить? Про фонарик, скажем. А, нет, это ему рассказать про то, что я убийца. Это про мою смену? Я пытаюсь хорошо сделать. Ты хорошо справляешься. Ладно, не важно. Хорошо. Мне так уж все и важно. Я что-то не так делаю? Нет, Бен, ты в порядке. Так, Бену мы ничего не скажем. Что же, как же. Не может это быть совпадением. Блин, это Клементин нарисовал, очевидно. Кому еще рисовать вот это все? Что еще тут может быть? Я даже не знаю. Опять моя внимательность, что ли? Так, подожди, что там. Давайте к Лиле зайдем, спросим у нее. Нет, не о чем разговаривать. Я поговорил с Клементином. Как она это восприняла? Не знаю. Ее трудно понять временами. Она тебя благословит. Не волнуйся. У тебя нет мела с собой? Что, Клементин не дает свое? Так у тебя нет? Нет, зачем мне? Так, ну и я в тупике, ребята. Розовый у тебя есть, Мел? А мы уже спрашивали. Да, 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 да. Потерялся. Голубой нам не надо. Вот так, по наблюдениям, осталось столько. Ты, судя по всему, что-то знаешь насчет всего этого, да? Мел. Звучит безумно. Ты не вмешан ли в это? Нет, я хороший парень. Оставайся внутри ворота. Что же это все нам дает, а? Подожди. Ага, вот. Здесь тоже кто-то был. Я хорошо справился. Да, гусь. Это верно. Нужно выйти и осмотреться. Здесь оставайся. Серьезно. Хорошо. Если ты выберешься, меня потом Кинни убьет просто. Закрытие могу? Нет. Судя по всему, нет. Я сейчас обратно попаду просто. Ну-ка. Да. Да. Да, не задвигай ты, ну. Хотел ребенка обезопасить, потерял лишние 10 секунд. Беда. Ну, давайте осматривать. Бандиты нас потрепали. Вот от денечки были. Это что тут такое еще? Кто-то что-то намышил, да? Ах ты, сукин сын. Что-то нашел. Вот что. Там лекарство. Снаружи было. На другое еще. Какого хрена? Нужно всем собраться. Всем. Кто нас убивает. Это очень плохо. Что если Клементин заболеет и у нас не нужно, не будет того, что нам нужно? Какого черта вообще? Ты не будешь у нас воровать. И это кто? Там люди. Что нам делать? Господи. Они дверь выберут. Отвлеки их. Отвлекай их. Ты сделал самую большую ошибку в своей жизни. Черт. Давайте двери ломайте. Стоять. Спокойно. Зачем вы это делаете? Просто оставьте нас нахрен в покое. Почему? Этот парень. Потому что мы должны. Может как-то соглашение? Два раза больше нам давать. Хорошо. Да ты что? Ну, я думаю, что мы должны хасшить какие-то термы. Нужно кое-что присмотреть. Вали их, Лили. До свидания. Живой что ли? Ох, офигеть. Выкуривай их. Бен, мать. Нужно убираться. Да ты что? Прикрой людей. Ох, как тяжело с геймпадом. Пошли. Ты спас наши задницы. Внутрь лезь. Да его же насквозь прошибут. Клем. Ой-ой-ой. Вот их нужно. Обязательно спасать. Да-да-да, вот так вот. Держать. Держать всем. Кто еще? Где? Где? Блин, я надеюсь, не сначала все началось. Не просто, не просто. Целиться с этим управлением. По крайней мере, точно наводки не всегда требует. Так, тебя харчат. Бен Ладен. Минус. Минус. Где ты? Где? Все, пошли, пошли, пошли. Внутрь лезьте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Господи. Бегите, давайте быстрее. Тебе что, укусили что ли? Лили, лезь. Да пошла она, пусть остается. Давай, быстрее, давай. Прут просто, да? Давайте, ребята, быстрее уходим отсюда. Лили, спускайся сюда. Лили, спускайся сюда. Черт. Успела. Успела. Фу. Ушли. Господи, вы в порядке? Я в порядке, в порядке. Прости. Все в порядке, Бен. Все не в порядке. Нужно понять, как это произошло. Мы все потеряли. Но нам повезло, что вообще, что у нас вот это есть, и никто не умер. Кто-то из нас с этим упрещен. Бандиты нас уже давно выслеживали. Кто-то работал с ними. Он воровал нашу медицину. Они не получили свою посылку, поэтому атаковали. Успокойтесь. Лили нашел сумку с припасами снаружи. Это правда. Карли, не хочешь нам что-то сказать? Пожалуйста. Нужно избавиться от тебя. Не тебе нам указывать. Почему она? Она всегда вынюхивала где припасы. Никакая не говорила о семье. Она может с ними быть связана. Моя семья не эти лесные люди. Это не была я. Может, нам голосовать или что-то в этом духе? Хватит пальцем махать, Лили. Разберемся со всем. Я знаю, что мы нашли. Я знаю, Лили. Никто ничего не воровал. Может, это вы вдвоем были? Я вас двоих видел. Это вы двое были? Да просто отстань от меня. Я ничего не делал. Мне это не нравится. Не нравится, куда это все идет. Смотри мне в глаза и скажи, что это ничего с этим не... То есть, никак не связан. Что происходит? Я что-то ударил. Нужно остановиться. Сейчас с этим разберемся, значит. Кенни, безопасно? Должно быть. Все наружу. Лили. Наружу. Кенни, повреждений нет. Но там, говорит, зомби. Ладно, все смотрите по сторонам. Не нужно тебя просто выживать. Нужно выслушать всех. Может, тебе успокоиться нужно? Я не буду этим заниматься. Да ты же сам это все нашел. Не можешь просто уйти в сторону. Это безумие. Кенни? Я не знаю. Да прекрати уже. Ладно, ты за себя голосуешь, да? Нам не нужно это голосование. Почему ты не просто мне не веришь? Хватит паниковать. Выдохни. Нужно еще доказательства? Какие доказательства? Хватит им угрожать. Заткнись, Карли. Я тебя уже достаточно слышала. Кенни, что это будет? Дай минуту мне просто. У тебя есть минута. Скажи мне, Бен, это она или ты, Бен? Бен, стоп! Это я сделал. Что? Это был я. Теперь ты от парня отстанешь? Я думал, ты и так кусок дерьма. Но я знаю, что это не ты. Не снимай на твоих плечах. Давайте все просто поем дальше. Это не произойдет. Ты хочешь выглядеть такой крутой? Но ты как маленькая девочка. Попытайся хоть раз кому-то помочь. Так в чем проблема? Ништяк. Бросай. Охренеть. Твою мать. Кенни, что произошло? Гуся, убери от окна. Мы оставляем тут. Ей нельзя было доверять. Пожалуйста. Ты долбанутый стирок с нами не едешь. Я же здесь погибну. Да мне наплевать. Ты убийца, Лили. Ты с нами не поешь. Убийца. Лили убила его. Я простила его. Ты убил мой отца, и я тебя простила. Я всех пыталась защитить. У меня ничего не осталось. Лиз Ли. Поехали, ребят. Шизанутая стерва. Мне надо охренеть вообще. До свидания. Ли, можно тебя на секунду? Ты в порядке? Катя тебя зовет. Офигеть, просто. Блин, вот этот поворот. Вот все. Блин, какой кошмар. То, как Карли начал привязываться. Гусь в порядке? Гусь укушен, да? Какого хрена? Во время нападения произошло. Какой план? У нас в группе никто не был укушен еще ни разу. Я буду за ним присматривать. Я посмотрю, что смогу сделать. Но с медицинской точки зрения. Пока того же плана не будем придерживаться, пока что-то не изменится. Ребята, что еще делать? Я думал, ты поймешь. Нужно быть честными друг с другом. Если бы ты, Клементин, смог сказать, мы бы это очень ценили. Офигеть. Офигеть просто. Нет слов. Все из-за одной долбанутой стервы, да? Гуся укусили. Когда из отеля убегали. Мне нехорошо. Что насчет Карли? Времени не было хоронить. Ходунай? Да. Ужасно. Я рад, что у меня есть ты. Я тоже. Я услышал тебя тогда снаружи моего домика. И подумал, что тебя молотком ударю. Ммм, как мило. Это мило. Но я же не ударила. Спасибо. У меня там вообще психоз будет. Парень нервный очень. Крыша поедет. Ой-ой-ой. Ой, твою мать Какого хрена? Я надеюсь, ты уснул, а это просто сон Какой кошмар Ой, блин Фух, я так и подумал Что-то есть спереди Блин, а ты меня напугала, Клевсти Черт, дорога заблокирована Перекрыта С этим нужно разобраться Как-то странно вот эти звуки Для своих требований игра почему-то притормаживает еще Это при фрапсе, конечно же Как-то можно обойти? Не похоже Пешком, возможно Но не очень хочется это делать А вроде как безопасно Эти кусты остановят все, что попытается пробраться Почему бы нам не осмотреться? Да, все остальные расслабьтесь Прям держись поближе к Кенни и Кате, хорошо? Если найдешь что-то попить В гуся похоже, жажда Будь осторожнее Думаешь, что-то будет внутри заброшенного локомотива? Так, ну что, давайте на этом завершим эту серию Это офигеть, блин Только я подумал, что у Ли что-то в этом мире появилось свое То есть, своя девушка И у них уже какое-то взаимопонимание И девушка тут же погибла Игра не перестает шокировать своим сюжетом и его подачей Согласитесь, вот когда смотришь на игру на скриншотах, допустим Или в роликах Просто не понимаешь, насколько она может быть кинематографичной И трогающей за живое Эта серия, это натуральный взрыв мозга Увидимся в следующей серии Ее вы тоже увидите сегодня Как вы весь эпизод увидите Сегодня, завтра, ну то есть в ближайшее время С небольшими промежутками Надеюсь, вам понравилось С вами был Артур Всего хорошего Пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok